В студии у паркета Евгений Сиды и Форвард Борн России и ЦСКА Семен Антонов. Привет. Как тебе идея с футболками? Вся арена усыпана этими красными футболками, любой пришедший зритель вот так вот ее надевает и только победа. Идея очень классная, да, и время плей-офф, да, чтобы все объединились, такое красное море, чтобы создали, и приятно, что люди приходят, и это небольшой такой подарок от клуба, да, презент. Вы крутые, Семен, видимо, вы крутые, говорят вам на «вы». К тебе обращаются больше «вы». Все-таки постарше, наверное, к тебе на «вы» больше. И к нам в студию присоединился Александр Хоменко, игрок ЦСКА-2 по факту, но человек, который уже играл в этом сегодня в Евролиге, набрал даже два очка. Как Семен в раздевалочке троллит? Бывает, подсказывал частный тренировок. Да? Да. Я его прикладил, чтобы он меня похвалил. Мы в студию «Паркета», здесь пока Виктор Кейер, который пришел сюда вместо Саши Хоменко и Семена Антонова, начинает здороваться с Дэрелом Миддлтоном, тренером. О чем поговорили? Поговорили. Я сказал, что у него костюм в этом году реально очень красив на нем. Очень красиво смотрится, все по моде, все как надо. Всегда второй матч, почему тяжелее? Потому что команда, которая проиграла, уделяет, как бы сказать, психологически уделяет больше внимания второму матчу. А команда победитель говорит, что мы здесь правильно играли, вот здесь мы тоже правильно играли. вот так не надо хорошо, но вы здесь правильно играли, и люди как бы выходят, а там уже чуть-чуть раз, и все перестроилось. И приходится по ходу. Слушай, неплохо, да? Мы с тобой разобрались сейчас вообще по-моему все. Я не знаю, это аналитика просто от Бога сейчас была. Слушай, но... Что ты там говоришь? Никита Загдай к нам присоединился. Никита, привет! А, Никита, здоров! Автор, создатель и фактически баскетбольный Юрий Дудь тележурнал «Вид сверху». Миша Кулагин у нас сегодня в гостях. Привет, Мишка! Привет! Дела неплохо, восстанавливаюсь потихоньку. К моей большой радости я уже избавился от одного костыля. Теперь начинаю разрабатывать ногу и пытаться ходить самостоятельно. С завтрашнего дня у меня начинаются тренировки в бассейне, чтобы я мог наступать на ногу полностью. В общем, постановление полным ходом. Великий и ужасный Сергей Карякин. Приветствую! Баскетбол – это шахматное движение. Считаешь ли это так? Ну, в какой-то степени можно сказать. Потому что в баскетболе ты не только как бы бросаешь, но ты планируешь комбинацию, думаешь, строишь свою стратегию. Ну и в шахматах. В шахматах тоже можно играть комбинационно, можно позиционно атаковать, защищаться. По-разному можно играть. Поэтому что-то вообще есть. Сергей Карякин и Евгений Сиды. ЦСКА при гейм-шоу!